Международный большой детский фестиваль Международный большой детский фестиваль Международный большой детский фестиваль был принят зрителями на ура. Герои спектакля «Мальчик и девочка» попадают в параллельный мир. Нашим героям здесь тоже придется преодолевать трудности и побеждать собственный страх. Участие в БДФ для вас событие? Да, конечно, это огромное событие и очень приятное для меня лично. Это первый раз такое в жизни, и хотелось бы, чтобы это повторялось еще. Московский театр документальной пьесы «Театр ДОК» представил в конкурсной программе спектакль «Нылка и вылка в детском саду». Нам он очень понравился. В спектакле к детям относятся так, как взрослым. Майя Ивановна – очень хороший педагог. Она получила пятерки по таким предметам, как кормление капризного ребенка, умывание чумазиков, укладывание спать непосед. И в этот самый день в садик приводят двух сестричек – нылку и вылку. Имена девочек – символ их строптивого нрава. Но отличный педагог Майя Ивановна при помощи зрителей справится со всеми неприятностями. На этой неделе в эфире мы посмотрели спектакль «Чука-Ко», который в онлайн-формате представил Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки. Режиссер Саша Хромов сконструировал спектакль, взяв за основу известную сказку Корнея Чуковского «Фидорина горе». Преобразил ее в чудо инженерное и техническое мысли. В ней использованы разнообразные лампочки, фонарики и предметы, которые по воле художника превратились в осветительные приборы. То же самое с музыкальными инструментами. Многие из них сконструированы, изобретены специально для спектакля, и зрители впервые услышали их голоса. София, какие книжки ты любишь? Я? О приключениях. А я вот фантастику. Класс. А каких авторов? Дюма, Джули Верн, Алексей Толстой. А из современных? А все лучшие современные авторы есть в нашей фестивальной программе. Пойдем знакомиться! Алексей Олинников преподаватель литературы и рассказывает про Пушкина и Онегина абсолютно блестяще. А иллюстратор Наташа Яскина создала очень остроумный комикс-путеводитель по знаменитому роману «В стихах». Автор книги рассказал детям и взрослым, как сейчас читать классику и говорить о литературе, чтобы это было интересно. Смотрите хроники фестиваля в соцсетях и на официальном сайте фестиваля grandkidsfest.ru. А мы с нашими коллегами будем знакомить вас со всеми участниками фестиваля. Ну а с вами был Святослав и София. Всем до новой встречи!